здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максим мадзе и мы продолжаем проходить reded redemption 2 итак сегодня мы болен куда мы залить зашли с вами щас мы отправляемся город анецбург собственно мы уже в нем дача с миг и отправились туда и ждут артура для того чтобы разобраться с левитом корнула мне так понимаю итак мы уже прибыли в то место где они должны быть в одном из этих домиков за тобой никто не шел нет за тобой никто не шел я же сказал нет я и окей окей то что это с тобой такое а с тобой что такое приятель ты слишком хорошо выглядишь что с тобой не так со мной все так я в полном порядке да у тебя башка не в порядке я просто реалист друг мига считает что у нас тут предатели есть но он так считает что же его за натолкнул на эту мысль с нашего объявления не проходит ни минут как заявляются пинкертоны мы в бегах с тех пор как мы два осла сорвались с катушек блэк вода мы едва свои шкуры спасли в сен-дэни а в этого виноват предатель да моли нас точно сдала а кто еще мог проговориться может мы действуем слишком агрессивно может быть время таких как мы прошло зачем нам предатель мы и так наследились словно бизнес и теперь все знают наверное где мы и чем мы занимаемся прежде всего надо избавиться от всяких слабаков забрать денежки и начать всю заново без шансов но нам надо предпринять что-то и быстро противном случае корнул пинкертоны они окружили нас со всех сторон и не остановится пока нас не найдут да от корнула одни неприятности может пойдем дать да нам пора идем к реке зачем нам корну не надо думать про него он не ну точнее нам нужны деньги но мстить то зачем особенности мы это сделаем ради денег но уже соглашайся надеюсь это ты не делаешь только ради мести дать оно того не стоит да и не смеши меня но уже артур это просто визит вежливости и о чем же таком важном мы собираемся поговорить с ним он охотится на нас самого валентайн из-за него убили козью его сахарная плантация губить жителей гуармы это его город артур это его город он выкупил его чтобы погубить этих людей его сахар нефть золото законы мы не в силах исправить весь мир дать мы в ничего себе вода какая разцветная так почему же ты отправился спасать джона против моей воли я не хотел чтобы он сдернули да я тоже не хотел мы с ним придем к соглашению артур ты о чем говоришь вообще мы хотим уйти а корну хочет чтобы мы перестали его грабить все мы знаем что ты из-за его денег линкертон и сиаз у нас на хвосте он это америка артур а я хочу уйти а вот он не дает нам уйти я вообще не понимаю о чем ты говоришь дать и еще поймешь сынок еще поймешь провернем это дело пошумим и исчезнем сюда должен скоро приплыть корабль корнула давайте спрячемся за ящиками благодарю вас за гостеприимство мистер корну это была деловая встреча мистер милтон мы не друзья я потратил целое состояние на ваше агентство и все без результатов этот вандер линда грабит меня и продолжает надо мной смеяться я оплатил за лучших людей я надеялся на лучших людей мы его почти поймали мистер корнолл я знаю вы уже это слышали джен сэр передайте телеграмму гольбергу в нью-йорк передайте ему что я готов брать кредит по три с половиной процента извините да я уже это слышал и заставить этого солдафона плодить транспортные расходы есть сэр мы делаем все что в наших силах и рамка закона закона агент пилотом и ова знаем что вы можете с вашим законом блин сделать найдите дача вандер линда приведите его сюда а закон оставьте тем кому не нужны всего хорошего сэр идемте мистер роз у нас куча дел мистер дитсбери мистер корн слушайте дитсбери что у вас там за история с забастовками я купил акции шахты потому что неплохо управляли и намереваюсь любой ценой сделать ее успешным предприятием сэр все дела в жалобе людям кажется людям кажется сэр людям плевать на то что людям кажется бизнесу плевать все это бред который обрушить чуму на наших оба дома возможно ваш дом уже обречен мистер корнолл что вам нужно сэр я пока не знаю точно наглость у вас погубится я и так человек пропащий даже мой лучший друг считает меня сумасшедшим и я как этот бедняга с которым вы разговариваете тоже оскорблен вы ограбили меня сэр а вы ограбили его странная шутка до диамалоги ожидаем от преступника серии а такого не делал вы убиваете я убиваю вы грабите я ограблю разница вот только в одном я выбираю кого убить а кого ограбить а вы губите каждого кто у вас стоит на пути с меня довольно предлагаю вам сделку дайте мне этот корабль 10 тысяч долларов и право безопасного прохода и тогда я вас оставлю в живых я даже не подумаю вы уверены что уж в таком случае ты чё рехнулся что ли шум артур это был шум о чёрт пинкертоны чё ты натворил дать парочку контрольных выстрелов туда закинем хороший революрует кстати самовзвод ладно мико за бумагами пошел найдем его и свалим отсюда нафиг а создание стреляют заряжайся а вон за бочками я не вижу они стреляют из здания там сверх лево наверху а это мико он там нашел чтобы так по лестнице артур за мной тут повсюду люди корнула идите за мной не отставайте за нами и раньше следили а теперь вообще с глаз не спустят другого пути у нас не было поверь мне поверить тебе тебе дыхалки то хватит морган замолчи впереди еще стрелки ты же сказал что не собираешься мстить нам нужны были бумаги наконец-то мы разобрались с этой сволочью корнула это ты дача подговорил я я просто выполняю приказы ох твою мать мику убили мику застрелили болеем хотя он тот еще отморозок но все равно нет а нам нельзя было еще запустить попробуем еще раз а вот этот цистерна взорвалась я просто не заметил сейчас так надо выпрыть лошадей отсюда и спаливать поехали ну по крайней мере мы пытались договориться с ним да вы спят или просто за свою жизнь я чувствовал себя виноватым часто я убивал людей слишком часто и безрассудно но не в этот раз ну уже вперед ладно пора уходить в горы они кажется пытаются перегрыть дорогу я упал зараза еще есть слева и разрядился глаз а все кто-то друг кто-то из них кто-то из либо дача мика убили его а что да все целы интересный визит вежливости получился не пытайся строить из себя дурачка и умника одновременно мы все равно понимали что скоро нам придется разобраться рано или поздно ну-ка дай сюда бумаги эта шумиха нам вообще не нужна такое ощущение как будто весь мир против нас сейчас дач скоро они сообразят где мы спрятались тем более что мы не особенно-то скрываемся нам нужен отвлекающий маневр надо выиграть немного времени судя по всему компания мистера корнова заключила железнодорожный подряд с армией кроме того они везут динамит из шахт ансберга в сен-дени а еще на его керосиновой фабрике хранятся облигации может есть способ как их сбить и разжиться деньгами мика ты разве ты и насчет этого динамита возьми с собой билла артур ты тоже давай с ними динамиты нам понадобится много и еще мика нам с тобой надо потолковать о чем что там об обсудить собрались план как нам отсюда выбраться ничего не изменилось да нет значит есть один старый дом неподалеку от ванхорна встретимся там как доковыляешь чаходочник давай увидимся в лагерь чаходочник да рехнуться просто можно ну хотя бы с левитом корнулом покончено этот багать больше никого донимать не будет интересно где наша лошадка рядом вообще не умею сместять ртом кормить кормить у нас есть два выбора есть еще задание от штрауса есть будет как выполним его как-нибудь попозже хотя можно и сейчас да нет сегодня мы наверное наверное сюда направимся к микки уже как-нибудь потом займемся заданиями штрауса в следующей серии наверное займемся заданиями штрауса да давно не виделись артур да 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 знаю эй лошадка осторожней ну знаете чё дайте карту сюда а это чё задание пастор солнце еще есть письмо есть штраус знаете чё а знаете чё я передумал про микку давайте штраусом займемся есть это задание штрауса необязательно я хочу просто выполнить их прямо сейчас они связаны с сюжетом хоть выполнять их не обязательно но они с сюжетом связан а к микки мы пойдем в следующей серии опять рустам этот пишет мистер морге герш страус как себя чувствуете так же как и выгляжу понятно вы не могли бы заняться одним делом должники да наверное то как вы исполняете свой долг знаете мистер морган мне очень жаль за вас не неважно я послушайте все берегите себя я еще не умер ну конечно нет то что я хотел сказать я должники да кто вам задолжал в этот раз есть один дезертирец в Порт Уэллс и сперва наведать с ним они ищут его на дороге вблизи от трех сестер его зовут Джей Джон Уорсис Джей Джон Уорсис кроме того в Ассенберге есть один шахтер его зовут ну его зовут как там его как и вас Артур Лондон Берри семейный человек в отчаянном положении ну вы понимаете а больше никто из парней этого сделать не может эх жаль ни у кого больше нет вашего рвения рвения да ладно ладно берегите себя мистер Морган люди которые отмечены на карте обозначаются хрен вообще знает где Джей Джон Уорсис давайте сначала отправимся туда Артур у вас сумки больше нет места для добычи пирсен может создавать сумки которые повысят вместимость понятно тогда можно я что-нибудь съем чтобы место освободить никакой нету всякое этой например вот это давайте выпьем это не восстанавливает статус глаза восстанавливает только бурбон есть ну и давайте съедим то что повысит здоровье вот это например о хорош вообще хорош прям Артур Сьюзан кто-то разбил ящик бла-бла-бла я уже это слышал столько лет столько лет да 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 я этот диалог прошлой серии еще читал все 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 скорее всего не перестанут милтон обещал что будет преследовать нас до самого края земли до скончания всего времени пока не добьется цели своей чел в горах где-то что-ли живет далековато что-то мне кажется мне кажется мы тут охотились с хозе 3 серии где-то примерно здесь вам так не кажется вот добрались почти на миникарте уже появилась эта метка дождь пошел ну вообще прям так мне этот дождь нужно может где то есть домик или что-то еще что-то я только что видел по моему здесь есть какая-то повозка может это что-то значить да это значит еще вот это задание не выполнял нервно просто джей джон уестерс теперь меня зовут белый гусь ну ладно как бы тебя там назвали ты занял денег у леопольда штрауса да пора платить по счетам это неподходящий момент да он всегда неподходящий мистер штраус знал что это долгарим не заем срок подошел уже хорошо у меня есть припасы на целую зиму можете забрать их только не могли бы мне помочь если я останусь земли не кому будет я не для того чтобы быть помогать тебе здесь я пришел за деньгами мы все сейчас в трудном положении но послушайте за мной гонятся люди они убийцы я не дезертир я просто не согласен закончен будь у меня другой выход я бы не стал убегать но мне нужна помощь да замолчи да блин прошу вас я это он слишком поздно построиться и стрелять лучше уходить черт ну ладно раз уж я здесь я сделаю все что смогу что Ой, фонарь загорелся Нам конец Не конец еще, подожди Блин, да откуда они стреляют? Я никого не вижу даже А нет, вижу, вижу Горит все Теперь тебе не о чем плодить, я так понимаю, вообще Все хорошо, милый, можешь выходить Тьфу да, черт Надо было, наверное, все-таки помочь тебе с фургоном Может быть мы еще успеем что-нибудь спасти Да ну Слушайте, может взять этот серебряный медальон? В счет долга Ладно А теперь уезжай Увези ее в безопасное место, давай Спасибо, приятель Даже не знаю, куда мы сможем поехать, но я попробую Молюсь за вас Наши молитвы уже давно никому не нужны Долг возвращен, да? Кормить, 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 да Так, кто там дальше? Артур Лондон Дерри Лондон Дерри, блин, господи Ну и фамилия, блин Ладно, поехали дальше Все сгорело, нафиг тут Извини Ах, темнотища, в темноте реально плохо видно Ладно, опять надо Ванесбург гнать Там нас разыскивают, живым или мертвым Но тем не менее, надо что-то сделать Надо туда попасть, чтобы долги забрать Ну и все-таки я еще раз говорю, что Штраусу все-таки персона-бухгалтера противна Как и его ростопсическая деятельность в целом Поскольку его ростопсичество приносит немало проблем Должникам Людям, которые у него денег заняли Куда ж ты сворачиваешь, что ли? Я так понимаю, на него волки напали Наверное, я бы помог ему Но не хочу просто время сейчас страдить Тише, тише, все хорошо Никаких хищников тут нет Уже Какая темнотища, вообще ничего не вижу Ничего вообще, вот не вижу, серьезно Будет еще неудобно, если мы врежемся в кого-нибудь Добрались А, это не в самом даже Ассенберге Это Рядом Хотя, где-то, нет, где-то внизу Надо спуститься Ошибся я, это не совсем Здесь мы остановились Это снизу где-то Ой Здесь очень опасно спускаться Можно свалиться нафиг Фу-у-у, да Хотя, че мы Путаемся Вот же, спуск нормальный Без проблем Такой маленький домик, что ли Есть кто? Приветствую. Какие у вас тут дела в шахте? Я ищу некого Артула Лондон Дерри. Мне сказали, что он здесь работает. Лондон Дерри? Вы бы поговорили с бригадиром. Он внизу там. Внизу? Ой, извините. Артур Лондон Дерри, он здесь? Извините, парень. Ты опоздал. Артур уже умер. Он умер? Что случилось? Теперь ты деньги из него не выбьешь, да? Ты мог бы получить чего-нибудь от него вдовы. Она живет напротив Бурча Крик. Но на том месте я бы поторопился. К ней там гости какие-то другие идут. Как же тебе не стыдно, а? Эй, это же не я тут расставщик все-таки. Так, в шахте можно забыть, где выход. Так, вот здесь надо свернуть его. Здесь выход. Лабиринт целый. Здесь единственный выход из шахты это идти туда. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас, погодите, я выход найду. Да-да-да-да-да-да-да. Тут выход надо найти сначала. Так, я правильно найду? Да. Так, ну и где? Да. Где у него вдова-то находится? Здесь? Тихо-тихо-тихо, без меня-то не надо ходить. Еще кто-то в виду там попал. Пожалуйста, помоги тебе, я не чувствую ногу. Вытащи меня из капкана. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Получилось. Мне надо ногу перевязать чем-то... Я думал, это конец. Вот, бери в награду, что захочешь, из моих вещей. Да не, не нужно ничего. Делов-то освободить тебя. Артур ничего даже не сказал. Так, ну, добрались. Где-то здесь. Я так понимаю. Ангел мой, сложишь веревочки. Я не хочу выходить. Миссис Лондон-Дерри, да? А Артур умер. Я знаю, и... Мне жаль, действительно. Просто... Видите ли, мы одолжили Артуру денег. Так это был ты? Сараза. Чего ты от меня теперь хочешь? Хочешь забрать ботинки моего сына? Оставить нас без пропитания? Еще чего-нибудь? Или хочешь, чтобы я легла по тебе? Нет. Артур отдал все, чтобы заблудить по вашим всегдам. Все. А теперь какие-то сволочи у нас и дома забирают. У нас ничего не осталось, мистер. Я... Я просто... Хотел сказать, что долг списан, и еще... Вот возьмите. Конечно, это не вернет вам мужа, но... Вам нужны деньги, а мне нет. Вы... Вы все-таки хороший человек. Жаль, что вы не сделали это до того, как... его свел в могилу. Но знаете, может вы и ваш друг, который одолжил ему денег, могли бы действовать другими методами, без запугивания. Прощай. Мне жаль, мэм. Мне жаль. Искренне жаль. Долг прощен. Часть повышена. Вернитесь и поговорите с Штраусом. Ох, Штраус. Задолбал ты со своими долгами уже. Долги твои... Беды приносят. Ох, сейчас у нас с тобой разговор серьезный, блин, будет. Андрес, давай сюда иди. Дурацкий, жирный клавиатуре остался. Ну и что у нас там? Где у нас там? Лагерь. С должниками вы разобрались. Теперь с Штраусом поговорить остается. Да. Правильно мы сделали. Что дали им денег. А то у них и так бед полно. У тех, кто ему денег занимал. У него, точнее, денег занимал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. Блин. В темноте ничего, блин, не видно. Ладно. Это нормально. Ладно, идем. Назад. Ох, Штраус. Вальнул бы ты из лагеря все-таки. Персона-бухгалтера тебе очень противна. Так, похоже, добрались. Ну что, Герш Страус, сейчас мы с тобой поговорим с глазу на глаз. Эй. А, ну что? Как ваши успехи, мистер Морли? Да, лучше не бывает. Просто, знаешь чё? Давай-ка вставай. Чё? Вставай, я тебе сказал. В чём дело? Да ни в чём, ни в чём, ни в чём. Вообще ни в чём, блин. Ты что делаешь? То, что я должен был давным-давно сделать. Бери-ка свою сумку. Это она, да? Я не понимаю. Я тебя не стану убивать, хотя, наверное, следовало бы это сделать. Ты мне противен. Ты нас всех позоришь. Если, конечно, мы можем навлечь на тебя ещё больший позор. Но, думаю, достаточно. А теперь давай, вали нафиг отсюда. Ты что делаешь? Давай, иди и ищи себе другую работу. Знаешь, говорят, что у больных бывают эпизоды бреда. Я был твоим другом. Мы с тобой недостойные люди. А вот твои клиенты, они хорошие люди. И у них... На, вот, забирай свои долги. Бери и проваливай отсюда. Я... Ты уходишь. Ого, какая честь у нас высокая. Обалдеть. Очень высокая честь у нас, ребята. Это очень хорошая честь. Давайте поболтаем с кем-нибудь. С кем можно. А хотя с кем можно. Все спят уже, наверное. Да, здравствуй, Артур. Штараусу давно пора было уйти. Конечно, я скучать не буду. Есть еще другие, которым надо пройти. Уйти отсюда. Ладно, на этом мы закончим следующей серии. Письмецо какое-то нам пришло. Давайте-ка прочитаем. Сэр, однажды вы ему очень помогли, мне ибо. Поэтому мне очень неудобно просиделся об еще одной услуги. Но мне больше некому обратиться. Но я, конечно, щедро вам заплачу. Мои родные в ярости, они украшают меня выгнать и помешать не работать. Они утверждают, что моя работа их позорит. Как будто их вечная безнравственность, распущенность и пьянство недостаточно, и их опрощили. О, я должна покинуть это место. Но они посадили меня под замок. Вы мне не поможете? Обычно меня можно найти у домиков на плантациях. Поместья больше нет, как и всего того, что она собой представляла. Ваша Пенелопа Брэд Уитт. Встретимся как-нибудь в другой раз. Может быть, в следующей серии, а может и нет. Ладно, на это закончим мы с вами. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что Штрауса мы с вами больше не увидим. С маслой голос подписываться, сменяйте еще на видос. Подписывайтесь на этот канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok